всем привет с вами youtube канал Ямонпринтер сегодня будем собирать наш шпи пускайте его попробуем что уже изменилось после полной очистки и профилактики нашего принтера начнем с этой части то есть где расположен наш шлейф с кареткой то есть укладываем вначале наш шлейф шлейф укладывать у нас не сложно то есть мы берем вот эти вот направляющие видим раз два засовываем свои пазы то есть получается наш шлейф засунули вот сюда а а дальше все аккуратненько поставите защелкните как он был вот защелочка у нас здесь защелкнулась здесь защелочка защелкнулась и здесь защелочка защелкнулась посмотрели все ваши защелочки вышли эта часть наша стоит затем ставим вот эти направляющие где расположены наши ролики по протяжке бумаги видим здесь такие у нас две направляйки они вставляются вот сюда вот раз и два то есть ничего такого тяжелого нет направили защелку мы все эта часть наша собрана но видим здесь чего-то не хватает то есть перед тем как ставить эту часть нам надо поставить еще пружины на свое место как они были то есть одевается сюда и защелкивается теперь у нас эта часть выполняет свою функцию опять взяли пружинку поставили сюда направляющую вот она и защелкиваем здесь получается пружинка упирается значит одевается а здесь она упирается просто металлический каркас все попробовали чтобы у вас работало ничего не вылетало почистили ваши контакты протерли посмотрели все у вас целое здесь это датчик для энкодерной ленты то есть когда вы вставите энкодерную ленту у нас она вставляется вот сюда теперь ставим нашу крышку за счет которой этих защелок и улетает картриджи если вы снимали конечно поставили сюда таким вот образом вот эти направляющие входит внутрь вот этих раз два три входит вот сюда все защелочки вашей защелку лисе эта часть собрана затем когда закрутили двигатель и поставили ролик натяжения видим я пытаюсь натянуть он у меня не достает чтобы такого не было вам надо будет расслабить этот винтик который отвечает за натяжение винтик расслабили теперь наш ролик может двигаться и наш ремешок поднимется все после чего надеваем ось на котором была расположена наша каретка когда будете закреплять здесь две выемки то есть одна под пружинку а вторая под шайбу все закрепили нашу ось здесь закрепили вот специально я вам не правильно собрал видим тут у меня она вошла как надо от каретки здесь она меня встала не до конца и вот этот вот этот уголок от каретки должен заходить за металлический каркас специально вам показал потому что при сборке иногда могут у вас быть такие ошибки и вы потом не поймете в чем проблема сейчас соберу как надо и так сейчас учил собрал как надо то есть когда вы расслабили потом берете пальцы максимально натягиваете и закручивать этот крепеж вашего ремня затем видим тут стало все как надо с этой стороны встало все как надо и вот я про чем объяснял вот этот язычок вот этот язычок находится внизу все эту часть собрали делите свои информации что у вас в этом узле ломалось и что вы меняли будет очень интересно хотел было закончить с этим узлом ну тут еще одну ошибку видел поставили энкодерную ленту то есть видим смотрит уголок вверх попробовали работу от каретки то есть она спокойно ходит влево вправо здесь взял от донора то есть пытаясь ее крутить видим не идет думал слетела ремешок как то вниз шестеренка отошла вот видим звук даже стало интересно вроде все стоит на своих местах все как надо а каретка не идет сейчас откручу двигатель посмотрю рабочий он или нет двигатель у нас вращается легко видим магара здесь нету почему же могла получиться такая ситуация сейчас будем разбираться то есть когда я двигатель снял наш каретка ходит свободно опять двигатель закрутил поставил на место опять видим он вращаться не хочет интересный случай конечно то есть решила что за проблема винты были закручены здесь не короткие а длинные здесь как я вам показывал винты идут не длинные а короткие видим пока винтик такой так стоит он вращается как только затягиваем мы сильнее и крутится то есть обратите внимание на такую ошибку начнем собирать наш принтер поставили датчик прохода бумаги все как я показывал в том видео в начале одели флажок потом закрепили на пружинку октап пару и нижнюю часть если кто не знает как делать посмотрите где же разбор там все я показал уложили наш провод мыли посадочное место видим резиночки беленькие нажимаются все выходит то есть получается расположены на двух пружинках затем испытали наш выдел для очистки наших картриджей язычок то есть вот за эту взялись за уголок чтобы все вставало на место я сейчас смажу банка смазочка еще здесь смазку использую смазку использую вот такую вот хотел вам разобрать показать еще что стоит но тут 4 детальки думаю здесь ничего сложного нет если вы захотите то есть получается одна пружинка здесь стоит которая отвечает за обратный ход нашего язычка когда он садится и одна пружинка стоит вот здесь то есть отвечает за этот язычок все вот этот язычок что тут разбирать показывать я вот не знаю то есть смазка когда я смазывал узел стал работать лучше вроде не заедает ничего все 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 смазали смазали вот эти направляющие смазочкой и засовываем то есть поставили вот так и закручиваем на два винтика закручиваем на два винтика одели пружинку и попробовали работу нашего узла то есть видим смотрим сюда касается язычок исчез поднимаем посадочное место язычок появился опять опять язычок исчез то есть все работает как надо давайте собирать эту часть узел захвата достал я наши ролики отмыл их чтобы вам достать ролики видим здесь такая у нас защелочка как бы вот она вам надо будет нажать вот на эти усики сейчас я поставлю вы видите и таким образом выйти в сторону то есть сейчас я буду ставить ее на свое место внутри получается такой треугольничек там стоит вот он треугольничек там внутри вы видите то есть если вы будете их менять таким образом они достаются здесь здесь получается крепится вот сюда то есть как они ставятся вот поставили сюда потом закрепили сюда в серединку затем вы ищите место и фиксируете вот и все ваши ролики встали на место потом чтобы вот эта защелка видимо она у нас стоит выпуклая выпуклая надо будет найти чтобы встал на свое место то есть как я их доставал я сжимал вот эту нашу защелочку и потихоньку сюда втыкнул эти отверстия и отсюда доставал нашу ось лан отмыл попробуем как будет работать следующим образом посмотрите на нашу сереночку также посмотрите на расположение этих шестеренок вдруг будете разбирать или у вас сломается вот вот то есть видим здесь у нас передаточные такие шестеренки вращаются туда сюда посмотрели чтобы все зубья были целы собираем собираем следующим шагом поставили вот эту шестеренку если вылетела и затем ставим эту часть попробуем все у нас вращается здесь все понятно следующим образом поставили нашу ось которая выравнивает наш листы пластик здесь такая вот у нас есть пружинка с пластиком которая в свою очередь одевается вот сюда на шестеренку теперь засовываем шестеренку и пытаемся поставить ее в этот пластик то есть вот таким образом она сюда ставится вот так вот и все засовывается вместе эта часть у нас ставится вот сюда вот одевается на эту ось и работает вот так вот так поставили этот узел закрутили на два винтика то есть сюда я крутил обыкновенный винтик как хотел и сюда посмотрите чтобы вот эта часть ваша стояла под будет пластмасс то есть когда будете разбирать если будете увидите она должна быть под ней надо вначале поставить ее потому что здесь крепится для пружинки уголок то есть поднимаем поставили затем надеваем боковую часть пружинку следующим шагом будем ставить наш датчик закрытия и открытия нашей крышки чтобы поставить здесь у нас как бы на оси такая попалась она сточена так что не суйте сильно не ломайте закрываем нашу крышку переднюю затем смотрим в таком положении засовываем вот сюда и она должна войти вовнутрь вот так вот она вовнутрь вошла вы почувствуете датчик работает затем ставим в нашу схемку когда будете ставить посмотрите чтобы ваш инкотанное колесо попало сюда в разъемчик то есть не загнули чтобы поставили на колесико посмотрели стоит ли на месте попробовали вашу актопару открытие закрытие все работает можно закручивать так закрутили схемку отвечающий у нас за датчик и с инкотанное колесо теперь ставим узел где расположена наша инкотанная лента с кареткой не забудьте про шестеренку про эту которую и вот эту часть куда сливается ваша отработка то есть поставили закрутили винтик когда будете ставить вначале засуньте вот этот направляющий потом сдвините и чтобы ваше место куда закручивать винтик встало на свое место закрутили на три винтика раз два и здесь три ставим плату управления поставили нашу плату подцепили нашу вот эту схему подцепили два двигателя блок питания подцепили шлейф от каретки теперь можно ставить блок сканера блок сканера подцепили узенький наш провод и широкий провод затем берем одеваем вначале вот эту часть потом за нее вот все засовываем сначала вот эту часть где расположен наш датчик то есть поставим в уголок вот затем будем суровать вот эту часть все встал видим наши только наш датчик не попал на свое место он должен быть внутри так что не допускайте такую ошибку когда будете ставить засовывать его внутрь специально показал эту ошибочку так так теперь наш датчик засовывал внутрь только после этого одеваем все место все теперь наша крышка стала как надо включаем наш принтер видим ошибку два картриджа так мне не получилось размочить этот картридж черный ну не знаю заправил цветной мне что-то пошел вроде сейчас засудим попробуем так засовываем закрываем давайте начнем печатать поставил я листочек цветной картридж отмочился более-менее а черный черный финих учит нажимаем на копию видим лист сейчас стал захватывать что это что когда на это все что что это 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 Давайте попробуем. Один листочек здесь остался. Будет он захватывать или нет. Продолжение следует. Почему-то он начинает печатать как-то не с самого начала. Эти цвета вроде не черт, а черный начинает как-то печатать. Видим, маленькая разница есть. Бумагу мы сейчас как надо. В этот уголок засудим. Странно. В этот уголок закинули. Печать наоборот не запечатывается до отсюда. Интересный случай. Теперь ложим в этот уголок, где написано у нас уголок бумаги. И попробуем еще раз. Такая же беда. Интересно. Поставил другой сканер. И сейчас все замечательно стало. В чем же может быть подбог? Шлифа, но там сканеры вроде все целые. Сейчас попробую еще раз поставить обратно тот сканер. И попробуем еще раз напечатать. То есть подключаю на этом, на цветную печать. Листок мой был мятый. Видим, да? Линейка, но все совпадает. Не как здесь. Запускаем снова всем сканерам. Артефакт исчез. Ну то есть вот такие бывают иногда. Артефакты. Сканер отцепили. Подцепили. Все заработало. Так. Сейчас попробуем достать картриджи. Посмотрим. Цветной картридж у нас. Видим, дюс хороший. У черного. Тоже дюс идет. Но печатать не хочет он. Потому что, скорее всего, внутри губка уже до такой степени высохла. Что не выполняет свою функцию. Попробовал я опять размачивать черный картридж. То есть нифига он не размачивается. Почему? Я вам показывал. То есть здесь губка из поролона. И там внизу видим фильтр толстый, тонкий. Если, во-первых, у вас губка затвердеет, у вас она не будет идти вниз. И представьте, вот эту часть. Она у вас затвердела. И не дает отсюда выходить ваш чернил. В этом картридже было пять дырок. Две я заклеил, как бы. Сейчас попробую, чтобы что-то вышло. То есть вот таким способом шприц вставляю. Дырки закрываю. Нифига не получается. То есть я хочу, чтобы мои чернила через эти фильтры вышли вниз. Есть такие специальные штучки резиновые. Вставляешь, на себя тянешь и как бы чернила уходит. Где-то были, я не могу найти. Но если у вас нету, значит только попробовать как-то так. Нифига. Ой, бля. Видим. Губка чернила нифига не держит. То есть все, что в этой губке было, все, что заправлял. Он вытекает обратно. Чернил много. А толку нифига. Сейчас попробую открыть крышку и заменить губку. То есть взял нурочек. Вот так поставил аккуратненько и постукал. Один слой у нас отошел. Переходим ко второму слою. Видим. То есть чернила только находится у нас внутри. Ой, губка находится внутри. То есть это не Excel, а обыкновенный наш карточ. Сейчас отмой его. Показываю вам наглядно. То есть вот я уже как бы отмыл часть. Все равно отсюда выходит очень много засохшего. Видим. Вадичка черненькая такая. Видел я, Там дистиллированной водой моет. Не знаю. Видим. Вроде было все белое. Подискнуло я водой. Все подчернело. Кипятком главное не мыть. Я вообще не знаю будет он определяться или не будет. Потому что я как-то мыл. Один определился. Другой не стал определяться. То есть видим. Водичка не уходит. Губка не отмывается. Получается липкая как пластилин. То есть толку, что вы будете мыть этот капель отмачивать. не знаю. Может месяц-два подмачивать. У вас все пойдет. Здесь у вас много времени. Вот так. Легче взять другой. Это я буду выкидывать. Сюда попробую ставить кусочек обрежу и поставлю сюда. то есть еще раз показываю что стоит этот картридж. Картридж. В нем губка. Если губка у вас засохла то есть вы его не заправляете она у вас просто засохнет и будет не выполнять свою функцию. Дальше идет фильтр грубо очистки вот он про который я вам всегда показывал. Убрали. то есть между вот этим фильтром и нижней части вот это чернила ваша засыхает и таким образом картридж не печатает. Вот здесь дальше идет вот эти дюзы которые в свою очередь тоже имеют свойство выгорать и не работать. То есть вот этот картридж где-то стоит полторы тысячи. Бывает можно на авито подешевле найти с угодностью которых вышел их можете отмочить а так думайте стоит ли вам мучиться с таким принтером не стоит. и так в общем я отмочил печатающую головку сколько мог тут у меня уже все не стало вода у меня стала уходить вначале не уходила я накапал сюда жидкости покрепче она пропиталась и после этого после этой манипуляции жидкость стала уходить на сухую слофетку теперь давайте попробуем можно конечно было так засунуть в принтер но почему нельзя так потому что у вас сухой картридж будет и ваши пьезоэлементы могут выдать ошибку перегрев картриджа то есть когда у вас не идут чернила из вашего картриджа лучше в таком состоянии не печатать на вашем принтере потому что у вас могут выгореть пьезоэлементы и хоть вы отмочите хоть не отмочите картридж ваш работать не будет то есть берем наш картридж ставим чернила как я показывал глубоко мы не заливаем губка наша видим потихоньку заполняется все впитает след остается уже такого опыта я еще не делал интересно что получится смотрим тест есть берем на славеточку тест у нас замечательный но не факт что он будет работать потому что когда я мыл я мог нечаянно нечаянно ну и здесь что-нибудь испортить то есть одну часть я вылечил а вторую мог я испортить теперь берем нашу крышку пока заморачиваться не буду так одену чисто просто одел резинку тугую и посмотрим что у нас получится включая принтер цвет идет идет вместе с резинкой засунул конечно она не дает влазить картридж ну попробуем все главное чтобы определил наш цветной картридж вроде ошибки цветного нету нажимаем на копию листок маленько вбок шмурка но не бита так спрос на копию по сбоку не았습니다 но не бороться не случится вот видим уже черный цвет маник пошел то есть видим как до этого он печатал черный итак давайте попробуем с компьютера то есть отправляем на печать и и и и и и и Видим, отличия есть, то есть цвет черный идеальный, синий тоже как раз и желтый. В этом видео мы собрали, испытали принтер, показал какие ошибки могут быть, также сделали эксперимент с картриджем, мы отмыли, я такое раньше как бы не делал, решил попробовать, то есть получилось. Или делитесь своими историями, получилось у вас ли, не получилось. Самое главное, не забывайте, когда у вас засохшие чернила, еще раз показываю, здесь образуется сгусток чернил и ваши вот это пьезоэлементы, или как это называется, не будут работать и будет выгорать, перегорать, то есть если у вас нет дюза на салфетке, не стоит даже его включать, этот принтер, пока не появится. то есть пока вы его и не размочите, а иначе вам придется покупать новый картридж. Пока видео монтировал, решил еще раз напечатать и показать вам, потому что сейчас скажут люди, ага, ты поставил новые картриджи, быть такого не может, что со стороны так печатает. Испытывать вам, верить или не верить мне, сейчас я еще раз напечатаю и достану вам картриджи. Я всегда показываю, как есть, если не получается, значит не получается, есть как есть, показываю, потому что это опыт. Да, еще такой момент, чернила сюда заправил эпсенские, фумико, если что, так как и шпишник у меня не было. Вот видим, водя печатает хорошо. Сейчас при вас достаю картриджи, посмотрим еще у них. Вот она наша резиночка. Никуда она не делась. Тест офигенный. Чернила идут только, как у нового. Сейчас резинку сниму, принесу слой клея и заклею. И этим картриджем можно будет работать. И потом цветной. Тесты тоже хорошие. То есть, пока у вас на салфетке не будет тест-дюс, не суйте картриджи, не мучайте ни картриджи, ни принтер, потому что печатать он у вас все равно не будет. Ну вот и все. Я вам все рассказал, показал. Если вам понравилось, лайки, подписки, поддержка канала, делитесь своими историками. Когда у вас возникают вопросы, внизу под видео указан телефон WhatsApp. Лучше писать и звонить туда, потому что можно связаться по видеосвязи, пообщаться. Так и мне легче и вам, потому что иногда задают такие вопросы, которые маленько непонятные. На этом все. Всего хорошего. Успехов вам в ремонте вашего этого принтера. До свидания.